Книга открытым оком. Тема Святая Библия. Десятый том. Вопрос 2374. В Ветхом Завете приносили различные кровавые жертвы. Можно ли предположить, что около жертвенника было зловоние, остатки крови и сжигания? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Предположить можно, но о том не написано. Думаю, что было такое, но на это не обращали внимания, так как ревность о Боге заглушала и рев заколаемого скота и запах смрада отжигаемых жертв. На полу убирали, чистили, ибо служащих были тысячи, а что при краплении где-то было, могли забыть, смывать, и была чистота, как в хорошем хирургическом кабинете. Бог обоняет запах милосердия в жертвах или зловония, алчности, скупости. Осия 4.14 Я оставлю наказывать дочерей ваших, когда они блудодействуют, и невестах ваших, когда они прелюбодействуют, потому что вы сами на стороне блудниц и с любодейцами приносите жертвы, а невежественный народ гибнет. Малахий 1.10 Лучше кто-нибудь из вас запер бы двери, чтобы напрасно не держали огня на жертвеннике моем. Нет моего благословения к вам, говорит Господь Саваоф, и приношение из рук ваших неблагоугодно мне. Малахий 2.3 Вот я отниму вас плечо, и помет раскидаю на лица ваши, помет праздничных жертв ваших, и выбросит вас вместе с ним. Стихотворение Представляю, как будет им проще и легче. Обитать и дыхать, и обедать. Это я здесь с нуля напрягал свои плечи, презирал непогоду и личные беды. На фундаменте прочный мой дом неказистый, и у пирса дорожка в купеле опрятно. Уходя дымоходы от сажи очистил, точно зная, что мне не вернуться обратно. Кто-то ляжет на мой драгоценный матрас, и от стужи укроется теплым моим одеялом. Накопил и купил специально для вас. Извините, простите, что кому-то покажется мало. Так хотелось облегчить от черных работ, для духовного поприща выгодить время. Все для вас, дорогие, кто следом придет. Разожженный огонь пусть подольше вас греет. И на полках не пусто для вас. Все для вас, столько лет я с любовью готовил. Всюду выписки, Библии, вечные слова. И на пленках в компьютере, голосом Глаза Яговы. Голосом Глаза Яговы. Мне приятно легко уходить, сознавая, что вы все в тепле, обихожены. Фемиямам не тратьтесь над гробом ходить. Мои дни вместе с вами, счастливые, прожитые. Постепенно, что строил, сгорит и сотлеет. Позабудется след, занесет его пылью. Так за вами, другой, на пятках стоит поколение. И о нас позабудут, как будто и дня мы не жили. Хорошо бы, друзья, неразлучно прожить. Но на этой земле без разлук невозможно. Нам обещана вечная встреча, ее тертежи. Пусть пунктиром, но в Библии Бог нам поизложил. Этот пруд и ограду деревьев для вас заложил. Из калитки тропинка ко храму прямая. Голубятни высокой, пусть вас не страшат этажи. С них приблизится небо, горизонт мой уже догорает. 2004 год. Игнатий Тихон Челапкин. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует.